Все, она мочила штаны. Надо снимать. Идет девушка. Массаж, массаж. Привет всем. Чао, Тути. В машинках. Ну не всегда в таких разных. Продают мороженое. В водичку, пиво. Сегодня я на море. Идет девушка. Массаж, массаж. Спасибо. Вот такие у нас дела. Не успел пройти на море. Ножки помочить. А тебе сразу массаж. У меня задержался пляжный сезон. Как-то холодный был месяц апрель. И получается, что вот только в мае я приехала на плаю. Это немножко в стороне от катания, где есть песочек. То есть еще только идут подготовительные работы. Начинаются к пляжному сезону. Хотя, в принципе, солнце хорошее. Но в море еще никто не ходит. Друзья, что вы думаете? И все-таки меня эта массажистка из Чины, господи, из Китая, уговорила сделать массаж. Правда, только стоп. Она возвращалась на обратном пути. И, боже, как они умеют тебя уговаривать. Ай-яй-яй. Массажик. Отдыхающий. Для стоп. Все-таки ножки наши устают. Иногда надо себе запутаться. Конечно, я не планировала. Поприезжали. Из Китая поприезжали. И вот что им может в каких-то китайских ресторанах работать. А также в магазинах. Очень много магазинов. Швеи, да, которые шьют все это китайцы на эти магазины. И все. Вот и все их не работают. Но единственное, чем я уважаю все-таки китайцев за границей, никогда в жизни не увидишь ни одного китайца, который что-то просит. Они все стараются работать. Они не попрошайки. Они... Или у них такая вот... То есть видно, у них такое общество среди своих помогает друг другу. Я так думаю. Потому что попрошайок никогда не увидишь в Италии. Нигде. Все национальности ходят. Да, наших тоже как бы не видела. Оно здесь, на Сицилии. Не знаю, как где, что бывает. Хотя наши просят... Ну, среди наших по-другому. Вертолеты, самолеты летают. Интересно. И получается, что... Вот они все-таки работяги, эти китайцы. Их хоть в мире и много. Здесь очень много на дорогах, кругом. Господи, сколько этих африканцев, маракинцев, различных других людей, которые просто стоят кругом на дорогах, на светофорах машина останавливается. Они просто тебе в машину чуть ли не запрыгивают. Купи у них там какую-то салфеточку. Или давай тебе стекло помоем. Различные такие варианты. Ух ты, народ пошел. Немецкий такой народ. Ого, сколько их. Первые люди за время моего присутствия за два часа на пляже. Здравствуйте. Да, немцы. Группа туристов. Твое Черное пляже. Да, немцы. Х Правы. Я думала, что зайду на часок, возле моря посижу, а теперь мне кажется, что я отсюда не хочу уходить вообще, никогда, побуду жить здесь. Еще ко мне подошел индус с различными побрякушками, кольцами, бусами. Я говорю, нет-нет-нет, но сегодня что здесь совсем нет, говорю, кому ты продаешь? Боже, он говорит, вчера были люди, 1 мая была гостанца, достаточно людей. И видно была у него торговля, и сегодня он так прогуливается по пляжу, по которому совсем людей нет. А они же все равно, говоришь, нет-нет, они садятся перед тобой, сел, разложил. Ну, я, естественно, ничего не покупала, ела фисташки, дала ему фисташек, он подобрел. Уже перестал ко мне приставать с покупками, уже сели, поговорили. Говорю, я же так мечтала в Индию когда-то поехать. Надеюсь, что у меня это получится, на экскурсию, побыть, ездят же туда на сезон, на целую зиму, да. И Индия стоит мало. Но я говорю, туда же билет хотя бы в одну сторону, только 600 евро. То есть, я иногда разговариваю с такими людьми, да, вот, не надо тебе в Индию, мы там очень бедные. И я говорю, как же, если у нас на глаз только русский живет, прям сезонами целыми туда ездят. Ну, он, видно, совсем из другой стороны Индии, поэтому он об этом совсем не знает. В Италию их занесло, и они ничего другого просто больше не знают. Всем желаю тоже больших релаксирующих дней в вашей жизни. Пусть у всех у нас все будет хорошо. Счастья, здоровья, удачи, любви. Всего хорошего вам, дорогие мои. Пока-пока. Скоро я поеду в город Бария, к Святому Николаю Огоднику. Так что, через дяма лапросима вольта. Спасибо. Пока-пока. 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 Продолжение следует...